Вятские старости В этот день, сто лет назад, вятские газеты писали О том, как один крестьянин по собственной глупости лишился кошелька с деньгами, рассказала газета «Вятская речь» столетней давности Большинство крестьян, приезжая на базар и продав привезенную живность, спрыскивают продажу в пивной или в трактире, оставляя иногда там все вырученные денежки В субботу приехал на базар крестьянин Орловского уезда Перминов и, исполнив все дела, зашел в ресторан Шнейдера Одному выпивать Перминову показалось скучно, и он пригласил к столу двух неизвестных мужчин, находившихся в ресторане Компания так нагрузилась, что двое неизвестных вывели Перминова под руки на улицу, усадили на извозчика и поехали с ним вместе Доехав до Трифонова монастыря, неизвестные расплатились с извозчиком и высадили Перминова прямо на снег Тот тут же уснул, а проснувшись, обнаружил кражу бумажника О ней он заявил в сыскную полицию, которая принялась за розыски неизвестных О проводимых общеобразовательных лекциях жители губернии узнавали из газеты «Вятская речь» столетней давности В епархиальном доме преподавателям Меншиковым было предложено чтение на тему Дело святых братьев Кирилла и Мефодия в истории славянства и подвиги милосердия на войне по поводу балканских событий Чтение разделялось на две части небольшим перерывом Господин Меншиков объяснил собравшимся историю происхождения славянства вплоть до завоевания турками Константинополя Труды святых братьев на поприще просвещения и многое другое Вандалы существовали и сто лет назад Об этом с возмущением сообщала газета «Вятская речь» У хулиганов не существует ничего святого, и они не щадят даже крестов и решеток на кладбище Так, на Богословском кладбище сломана чугунная решетка на одной из могил Но, как говорят, пострадали и другие могилы Причт Богословского кладбища, видимо, мало следит за сторожами Которые не могут усмотреть за хулиганами, безобразничающими на кладбище Неужели нельзя оградить от хулиганов хотя бы могилы? Ветские старости Субтитры создавал DimaTorzok